Будьте здоровы и благополучны земляки! Честно говоря, давно хочется поговорить о приятных новостях, где каждый факт бальзам на душу, но все баланс никак не сходится, а вот тревожного каждую неделю хоть отбавляет. Очень образно высказался о криминале бывший министр МВД и лидер фракции Блока Петра Порошенко в Раде Юрия Луценко. Цитирую сказанное на международном сонном форуме ЕС в Киеве дословно. У нас огромное количество оружия и людей, которые готовы применять его без малейшего сомнения. В каждой области появились от 100 до 1000 людей, которые организовали колоссальные группы криминалитета и захватывают бизнес. Ну, насчет захвата бизнеса это сколько угодно. Иначе как расценишь вооруженную дележку двумя фирмами урожая на Днепропетровщине? Едва ли не армейскую по масштабам стычку тоже вооруженных людей на Николаевщине, где с двух сторон, говорят, задействовалась чуть не до батальона пехоты при поддержке бронетехники. Ну а уборка урожая на Полтавщине, где приехала сотня молодчиков, пригнала спецтехнику и шустро скосила сотню гектар чужого подсолнечника. Даже если трудиться спороумело, не отдыхая и при отличной организации, работы минимум на световой день. Весь этот день настоящих хозяев, пытавшихся вмешаться, унижали и избивали. Где была милиция, не спрашивайте, нет достойного ответа. Что имеем на выходе, кроме фактов циничного нарушения законности. А то, что высокопоставленные чиновники дружно говорят о неладах в аграрном секторе. И новой быть не может. Вот гендиректор Укралия Пром уверяет, подсолнечного масла будет меньше, чем в прошлом году. Немного, но показательно. Ему вторит Укрсахар, произведут сладкого тоже меньше, чем было, но уже вдвое. Что, согласитесь, не может не сказаться на доступности и ценах. О росте цен говорят все более открыто, называя, правда, прибавку в 5-7%. Но это чиновничий прогноз, что вряд ли будет соответствовать жизни. Да и может ли быть задешево сета страна, которая постоянно обижает своих кормильцев. Вот откровение директора департамента финансо-кредитной политики Минагропрома. Основная проблема – невыгодные условия кредитования. Доступ к 300 миллионам, которые государство выделило на программу компенсации процентов по кредитам, получили только 10% аграрию. Остальным ничего. Процент просроченных кредитов вырос в разы, что вызывает новую волну разорений. Ну и что тут делать? Конечно, можно опустить руки и вообще прекратить трепыхаться, надеяться переждать. Но плохая-то надежда. Ничего хорошего не будет. Все-таки не надо опускать руки. Да, из-за политических факторов закрываются одни рынки, но идет поиск других. Будем считать хорошей новостью от державы то, что производители курятины уже нынче могут начать экспорт мяса в Гонконг. А птичек надо выкормить, что даст работу полеводам. Получено официальное предложение от Египта, что тоже плюс в пользу отечественной курицы. Но нужно быть окончательным невеждой, совсем темным, несведущим, чтобы верить, что любые перемены вершатся без усилий, сами по себе, и будут благодетельствовать всех и каждого. Только тот, кто борется за лучшую жизнь, достоин обрести на нее право. О чем это я? О грядущих выборах, на которых все мы изберем себе местную власть. От того, какой она будет, зависит и то, как мы будем работать и жить. Недавно вот попался на глаза заголовок. Мы стали жить лучше, потому что наш мэр не пьет и не ворует. Согласитесь, можно и улыбнуться, можно и задуматься.